всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад который на первый взгляд нам кажется ну ничего такого особенного вопрос как вопрос а звучит он следующим образом почему вы живете так а не иначе но если вдумается это мне кажется в этом есть что то такое особенное в каком плане почему мы действительно выбираем именно такой образ жизни почему мы живем именно так они как-то по-другому и если как-то по-другому то это как то есть вот такие вот вопросы они дайте вот мне такое ощущение что они рассматривают какой-то предмет с разных сторон и возможно ответ поспособствует каким-то переменам вашей жизни казалось бы зачем все что-то менять ну наверное наша жизнь она состоит из перемен и из каких-то познаний себя в этом мире и проживание этого всего для того чтобы получить опыт и вот здесь как раз таки мне кажется что на первый взгляд в обыденном таком вопросе мы можем открыть что-то интересное для себя но это мне чисто интуитивно так идет не знаю посмотрим как в раскладе выйдет и так позиция номер один сначала мы посмотрим как вообще вы живете ссори что меня такое ощущение что у меня горло сейчас настраивается на видение мира для кого-то из вас и так как вы живете вообще сейчас на данном моменте двойка мечей сейчас вы живете так у меня есть определенная позиция у меня есть определенная точка зрения у меня есть какие-то внутренние ориентиры на которые я опираюсь и чисто внешние какие-то факторы они мне уже не указ ощущение того что человек здесь как-то повзрослел психологически до зрелая такая достаточно личность либо вы уже созрели либо вы очень близки к этому когда вы понимаете что даме разнообразен людей достаточно много характера у людей тоже разные с кем-то мы сходимся с кем-то нет но есть моя жизнь и в своей жизни я хозяин я буду выбирать так как удобно мне то есть здесь такое ощущение когда человек не то чтобы старается выйти из системы а как будто бы с человек который создает для себя какую-то систему то здесь уже нету вот чувство какого-то страха что меня оценят здесь вот полное такое знаете безразличие в плане того что мне уже все равно что кто-то будет обо мне говорить здесь кто-то говорит сам себе такую фразу что я уже взрослый до либо я уже в том возрасте когда мне можно и вот это вот мне можно это вот главный главное такое ключевое выражение здесь по этой позиции то есть вы сейчас живете исходя из каких-то своих внутренних ориентиров многие из вас здесь очень глубоко погружаются в себя почему потому что двойка мечей у нас всегда говорит про фокусировку полу концентрацию и в данном случае вы здесь концентрируетесь на том что очень значимо и важно внутри вас это может быть какая-то вера то во что вы верите это может быть ваш внутренний опыт это может быть какие-то ваши внутренние взгляды либо ощущения то есть вы ориентируетесь исключительно на свое внутреннее восприятие то есть вы если раньше здесь знаете как будто бы некий такой разворот произошел как у нас бывает по колеснице когда внешний мир он уже не столь значим либо он имеет значимость но исключительно для того чтобы пойти понять лучше себя и вот здесь но как зеркала и здесь у вас как будто произошел вот этот вот разворот вглубь себя и вы поняли что мне внешний мир он не указ то есть внешняя система координат она мне уже не столь важно в плане развития то есть я могу уже познавать себя без других людей то есть мне условно говоря другие люди уже не нужны для опыта а другие люди нужны для того чтобы с ними что-то разделять не для научения а для обогащения это это разные вещи то есть одно дело когда я прохожу какие-то кармические уроки до с другим человеком то есть я ему плачу по долгам за свой какой-то прошлый опыт а другое когда я взаимодействую с человеком уже никак в плане кармы чтобы отдать долг а в плане того что взаимодействие с человеком не похожим на меня обогащает меня какими-то новыми знаниями новыми взглядами на мир я благодаря этому не то чтобы что-то новое узнаю а просто как будто вы знаете вот пополняю есть у вас такая библиотека где очень много много разных книг и в принципе достаточно но всегда люди которые допустим приходят к вам на какой-то праздник какой-то день рождения дарит вам какую-то книжку которая безусловно вам интересно но ее вашей коллекции нет вашей библиотеки и тем самым вот когда вы кладете эту книжку на полочку вы как будто бы обогащаете свою библиотеку без нее она не была бы столь пустой потому что она уже наполнена но таким образом она как-то вот происходит разнообразие люди вам нужны сейчас на данный момент для того что найти хочет сказать не для горя и слез уроков боли разочарования а именно для того чтобы как-то вот поделиться с человеком да то есть не проигрывать позиция под либо позицию над а именно на равных здесь какой-то такого достаточно зрелый подход вы уже хочется сказать знаете как не то чтобы меньше эмоционируете а вот ваше восприятие она изменилась она стала более зрелым именно по этой причине вам вы как будто бы сами себя останавливаете то есть видите что сейчас я буду включаться эмоционально мне это не нужно для меня то есть вы прежде чем что-то сделать вы уже думаете давайте так скажу раньше возможно вы по инерции как-то действовали поступали а сейчас вы уже задумываетесь то есть если вы видите что атмосфера как-то накаливается на колено вы себе задаете вопрос а мне нужно сейчас вступать вот в этот конфликт нет тогда давай я поступлю по другому да вы просто можете просто вежливо попрощаться и уйти до либо сменить тему вашего общения здесь другой уже подход и этот подход это как вы живете сейчас он идет исключительно из вашего внутреннего мира ощущения не внешнего еще расскажу здесь не про интровертность а здесь вы больше слушаете себя здесь вы больше слушаете свое тело здесь вы сделали большой прорыв именно взаимодействие с вашим телом то есть вы как-то уже прислушиваетесь больше дайте нет не то что нет а что появилась здесь появилась вот это вот единение с вашим телом то есть раньше допустим у вас было ощущение кого-то вы я сам по себе а тело само по себе и мне просто надо его кормить и вы не задумывались например что вы едите как вы едите почему вы это делаете сколько вы отдыхаете для чего то есть такое ощущение что вот а что-то такое не живое ваше тело было как как некий такой знаете робот какой-то знаете ну вот этот интеллект до технический интеллект и вроде бы тело есть да но она какое-то не живое вот здесь что-то такое сейчас у вас получилось появилась более уважительное отношение к телу а ну как будто у вас сожило вы почувствовали именно жизнь в теле ухаживайте за ним больше возможно разговариваете то есть есть какое-то взаимодействие нет уже такого вот тело само по себе а я сам по себе как еще вы здесь взаимодействие вы у вас появилось желание как-то больше открыться этому миру но не людям люди как-то знаете они тоже есть у меня такое ощущение что вы как будто бы идете по базару да и вот очень много ну либо по рынку в зависимости того где вы проживаете как вы называете это слово и люди мимо вас проходят то что продает где-то что-то чем-то занимать вот вы просто ходите вы понимаете что вы находитесь среди людей но какого-то конкретного какой-то конкретной связки с каким-то человеком у вас нету безусловно если какой-то человек вам повернется там скажет там уступи дорогу либо там предложит что-то купить вы будете взаимодействовать но сами по себе вы как будто бы находитесь вот здесь вот в позиции никого такого наблюдателя вам интересно вы не закрыты вы уже не интроверт и не отшельник вы уже находите среди этого мира но в позиции как раз таки именно наблюдателя за этим миром вам и нравится нравится это движение вам нравится эта жизнь эти звуки когда все взаимодействует все между собой как-то связано какая-то знаете вот все кипит все бурлит все такое живое и вам это ощущение нравится вы чувствуете эту энергию но при этом вы открыты хоть сказать здесь какие-то дороги да что-то что-то возможно познать чем-то заинтересоваться но не в плане научения а именно в плане от того что найти хочется допустить что и это тоже есть как будто бы увидеть разнообразие но в дальнейшем с этим ничего не делать то есть у вас нету вовлеченностью что допустим узнаете о какой-то новой техники и вам хорошо просто том что вы ее узнали они от того что вот я ее хочу куда-то применить и вот ваше отношение и оно такое достаточно легкое сейчас вот у меня чувство знаете как как будто бы некий такой инопланетянин прилетел на планету земля и вот ему все интересно и вот он все рассматривает он все узнает и но при этом не чувствуется вот этой вот разницы до что вы какой-то вот как белая ворона здесь уже нету этого какой-то вот отчужденности непохожести нет а здесь вот это вот ваша открытость появилась ваша открытость этому миру мне почему-то показывают дороге я не могу понять чем это связано может быть вы думаете о каких-то дорогах как каких-то поездках либо эта дорога вашей жизни как-то вот открылась здесь такое вот так вот вы живете на данный момент а почему почему вы живете именно так но принципе я объяснила да здесь что-то произошло здесь произошла трансформация здесь произошли перемены почему вы живете именно так ну потому что вам так и нравится сейчас какой-то вот такой опыт который вам необходим и такого опыта вашей жизни не было это впервые у вас такое вот ощущение удовлетворения мне это показано что это не конечная . что можно по-другому сейчас я посмотрю как можно по-другому но этот опыт он как-то вот вам важен и вы в нем наполняетесь наполняетесь ресурс на вот вы не просто сидите вы как будто бы двигаетесь но вы не тратите энергию она к вам как будто бы приходит и наполняет вас и наполняет и наполняет и при этом вы не растрачиваете и вот здесь как-то так интересно то есть вы наполняетесь но конца края этому наполнению нету и при этом вы не тяжелые это вас не оттяжеляет этот ресурс видимо вы настолько истощены были что долгое время но может быть отдавали что сейчас находитесь вот именно в такой фазе наполнения и и это один из этапов и вам в этом хорошо еще расскажу это впервые у вас когда вот вам так хорошо да я не говорю что у вас не бывают какие-то трудности сложности они но они как будто вы вас к мне задевают особо вы решаете все по-другому она все само как будто бы разрешается хорошо как а а можно было бы иначе как-то жить вот мне просто любопытно можно ли жить иначе десятка пендакли конечно можно конечно можно это то что я в принципе и видела и поэтому я и сказала что это один из одна из фаз того куда вы можете прийти я извиняюсь что я глаз чешу но у меня в эти дни глаза слезятся поэтому это очень некомфортно а это одна из фаз куда скорее всего вы можете прийти и вы к этому придете можно по-другому вот как по-другому это то куда вас ведут но это будет чуть позже это будет чуть позже как можно по-другому можно именно можно вот здесь идет у меня слово как разрешительная такая система создать свою систему вот вы доросли до того момента когда доросли но еще не совсем вам есть еще какие-то момент которые вам надо прожить прежде чем вы придете к этому по-другому это когда вы создаете свою систему когда когда вы создаете свой мир того как вы хотите взаимодействовать сейчас я вам расскажу это будет казаться вам как как это знаете фантастика на к это научная фантастика из этой серии но это действительно так когда вы создаете свою какую-то реальность знаете как творец который вот то что можно жить таким образом когда вот то что вы пожелаете вы это имеете но вы еще это будет позже если вы этого захотите это один из вариантов одна из альтернатив того как можно жить это когда вы дорастаете психически психологически до такого уровня своего развития когда все что вы пожелаете вы это сразу материализуете то есть сила ваша внутренняя сила это даже не ментальная сила это ваша внутренняя сила начинает вибрировать таким образом что все что вам необходимо в созвучии с вашими вибрациями она будет к вам притягиваться и здесь смотрите я попробую это объяснить потому что мне это показывает как энергию данной энергетическим уровне например вы захотели приобрести себе какой-то курс до что-то хотите изучить узнать вы об этом думаете и вот ваши мысли они начинают вибрировать на определенной частоте вы как будто вы знаете как некий излучатель этой энергии условно говоря что вам нагляднее было понятно вот эта вот мысль ваша она как будто бы излучает оранжевый цвет и все в мире что соответствует оранжевому цвету она будет притягиваться это может быть какое-то обучение то о чем вы думаете это может быть какой-то какая-то ситуация в которой вы также можете научиться то чему бы научились если бы проходили тот или иной курс например вот вы хотите изучить например финансовую грамотность да как стать более успешным и вот вы выберируете вот ваше вот этого желания допустим зеленым цветом это вот утрировано что вам понятно было и все что в мире есть зеленого цвета именно в этих тонах потому что там тонов много до разноцветные оттенки вы начинаете к себе притягивать это может быть курс где вас будет обучать финансовой грамотности это может быть какая-то ситуация в которой вы попадаете не она будет связана с финансами и вы что-то для себя откроете поймете вы сделаете какой-то вывод этой ситуации это может быть какой-то человек который имеет возможность такого финансового уровня который вам необходим и вы как-то столкнетесь и в разговоре при взаимодействии с ним вы будете перенимать его какие-то навыки какие-то привычки то есть способы достижения этого зеленого цвета они абсолютно разные к вам будет все притягиваться и вы уже будете выбирать из этого что вам нужно но почему я говорю что это достаточно высокий уровень потому что вам нужно держать фокус и внимание не на как сказать не на самом конкретном результате того что я хочу допустим не нужны деньги поэтому я изучаю финансовую грамотность а вам нужно что-то то что скрывается за этими деньгами например как безопасность либо как возможность шансы на то есть то понимание что вам дают деньги что на что вы можете эти деньги обменять то есть вам же деньги не просто так нужны чтобы вы их складывали они нужны например для того чтобы я хочу их обменять на поездку на какое-то обучение есть конечная точка это не деньги это средство всего лишь так вот если вы почему я говорю высокий уровень развития если вы не будете циклиться на деньгах а будете понимать что я хочу конкретное состояние я его буду получать то есть не конкретно от какого-то источника а я открыт и мне то что мне нужно состояние необходимо она придет любым способом важно его заметить а для того чтобы заметить как раз таки вам и нужен тот опыт который вы проживаете сейчас именно вот этой подвойки мечей этой конкретизации когда вы фокусируетесь на себе когда вы сконцентрированы на своем мира ощущения и вот как раз таки следующий этап будет именно того что я как будто бы делаю запрос того что я хочу иметь я притягиваю но я притягиваю не средства а конечное состояние а как распознать это то состояние или нет вот для этого вы сейчас и обучаетесь потому что вы прислушиваете что моё а что не моё и тогда когда вы сможете создать вот эту свою систему систему именно творения мне показывают то как вы сотворяете как вы творите этот мир свой мир в котором вы хотите жить он будет как раз таки именно на уровне вот такой энергетики и вот поэтому я и говорю что вам до этого дорасти надо психологически здесь вот именно психически скорее всего здесь вот этот вот уровень то есть дозволенности расширения для того чтобы быть все время здесь какой какая-то новая такая ступень быть открытым к тому что мне приходит то есть допустим вот вы встретили человека до начинаете с ним разговаривать вы не смотрите на него как на диалог а вы смотрите на то что этот человек принес мне необходимую мне информацию и как понять что за информацию мне принес когда вы просто с ним разговаривать он вам рассказывает о своей какой-то жизни допустим куда он ездил отдыхать либо чему он сейчас обучается либо что у него жизни происходит то есть казалось бы на физическом уровне это банальная какая-то беседа ни о чем не говорящий но если смотреть с точки зрения вот того уровня которым я говорю развитие вы находитесь в состоянии открытости вы как будто вы впитываете эту энергию не речь а то что скрывается даже не смысла то что суть суть того что хочет человек сказать потому что вот эта суть она к вам притянулась на какой-то ваш запрос не знаю насколько я вам сейчас рассказываю это непонятно то есть если вы не готовы к пониманию к восприятию тому о чем я говорю это вот как раз таки будет для вас и сферы фантастики это то к чему вы можете прийти то есть те кто готов это вот следующие через два-три шага не сразу через два-три шага после того как вы напитаетесь той энергией и пройдете то тот под который вы сейчас проходите эту фазу а кто не готов это вот просто одна из альтернатив как вы могли бы жить по-другому если все-таки заземлите сделать более понятно то вы могли бы жить по десятке педаклей с большими финансами с большими возможностями с очень счастливой семьей наполненную то есть здесь и деньги и финансы и стабильность и изобилие то есть быть более богатым богатство как физически так ментально и эмоционально то есть вот знаете некий такой даже идеал в какой степени десятка пендаклей это последняя карта в колоде то есть человека как который проходит вот как будто бы окончательный опыт воплощения который ну вот как последнее воплощение допустим условно говоря из десяти не потому что это будет ваше последнее воплощение а здесь как вариант вот в полном таком изобилии до когда человек уже прожил все необходимые этапы все необходимые опыты которые возможны то есть вот такой вот вариант альтернативы да вы могли бы его прожить почему вы не проживаете это уже второй вопрос и за ней наверное тема другую другого расклада но вот как альтернатива такая есть если она есть значит у вас на это есть потенциал и над этим стоит задуматься позиция номер два красненький камешек смотрим сначала как вы живете вообще сейчас десятка жезла выпадает сейчас какая-то трудность сложность есть некий такой груз знаете чувство что вы как будто бы нахватали на себя много разных обязательств либо обязанностей просто потому что как-то вот поверили что вы можете справиться а возможно здесь с этим всем а возможно есть такое ощущение что вы как будто бы решили что я хочу расплатиться как-то по долгам то есть как многие например товарищи говорят о том что ну вот хочу почистить свою карму вот здесь что-то такое как человек который решил что вот сейчас я способен такое достаточно эгоистично в некоторой степени заявление о том что я готов почистить свою карту почему эгоистично и потому что но это нереально полностью объясню почему потому что мы не знаем сколько у нас воплощение было до этого и если в каждом воплощении мы нарабатывали карму а карма не нарабатывается только негативная она нарабатывается еще и позитивная то есть что такое карма это причинно-следственная связь что-то сделал ты получил результат и если но условно говоря мы допустим живем как минимум минимум я назвала 8 воплощение представляете сколько всего мы наработали потому что мы же не с одним человеком встречаемся по жизни мы не только по отношению к людям нарабатываем карпан мы еще нарабатываем по отношению к самому себе и по отношению к взаимодействию с миром это сколько же жизни надо чтобы расплатиться поэтому я говорю что это достаточно эгоистично с точки зрения того что человек не берет на себя больше чем он может унести и такое под почему это эгоистично потому что такое подвластно только творцу только он может все решить потому что он является по сути причины всех причин корнем всех корней но все он является источником только ему возможно и когда мы в минусе возомнили себя что мы в некой степени как творец и мы можем справиться вот со всем этим то вот с этой точки зрения это эгоистично я не называю вас эгоистами я объясняю именно вот это вот понимание по десятке жезлов почему одно минусовое потому что урок здесь чем заключается в том что я беру больше чем я могу нести то есть некой степени это жадность тоже может быть то есть я взвалил на себя больше чем я могу решить то есть я где-то дал обязательства слова да и я его должен сдержать и когда я дал нескольким людям эти слова что да я справлюсь я это сделаю в конечном итоге это получается опять-таки в минусе потому что это неуважение к самому себе то есть когда я взвалил на себя не один же с которым я могу справиться а 10 почему здесь неуважение потому что я как-то знаете здесь изнурительно это то есть неуважительное отношение к своему телу то есть я не забочусь я работаю больше чем я могу как-то вот на износ понимаете и вот вот с этой точки зрения ну и можно заменить словом не любовь к себе то есть я как будто бы что то делаю для других но при этом говоря да другим я говорю нет себе неуважение вот здесь что что-то такое то есть сейчас очень сложный период если спуститься с небес на землю да вот с этих уроков рассказать как это на земле выглядит то есть возможно ну я не знаю там закрытие сезона и у вас очень много работы причем вы работаете там из-за себя из-за другого дядю потому что ну другой дядя сейчас в отпуске и отдыхает мне приходится работать за двоих тут еще и дом тут еще какие-то другие дела то есть ощущение того что усталость откуда у нас это усталость вот опять-таки перекос то есть здесь огромный огромный перекос идет в энергетике то есть вы как будто бы тащите на себе много чужого и и вам от этого выгоды никакой нет но вот как говорится мой язык мой враг вот что-то сказали и вам пришлось свалить на себя и теперь это тащить в ущерб себе вот в этом идет как раз таки негатив причем то что вы залили на себя получается так что нету возможности завершить ни одного из этих дел они все как будто бы знаете на полпути и еще не скоро завершаться и хорошо было бы если бы как-то поступательно было да то есть взяли одно дело завершили взяли другое здесь вот вам все надо сделать одновременно и это это забирает очень много вашей энергии и вот сейчас вы живете вот именно моменте здесь и сейчас может быть это этап такой именно вот в таком состоянии когда вы все тащите на себе и вот вы как будто бы не можете кто-то не может а кто-то действительно не желает как-то попросить о помощи делегировать и вот сбросить себя вот эту тяжесть кому-то вы знаете некрасивое выражение ну как козел отпущения все на себе как какое-то вот знаете животное которое создано для того чтобы таскать груз например там я не знаю лошади да как лошадь жевальского чтобы тяжесть таскать либо а быки которые раньше вспахивали землю дай то есть вот они такие мощные мне здесь идет что-то такое очень сильно физически развита и вот в этом идет как будто бы перекос как-то вот слишком слишком заземлили слишком на земле очень много впахиваю очень много тружусь и при этом для души здесь нету какой-то пользы и выгоды от этого нету вообще никакой выгоды нету от того что вы сейчас проживаете кроме урока того чтобы вас научить не брать на себя больше чем вы можете более в щадящим таком режиме проживать и научить вас тому что можно жить по-другому не не распылять свою энергию на на то что вас каким-то образом это облагораживает обогащает вот здесь какие-то уроки вы скорее всего проходите но поскольку все таки это десятка благостный такой переход к чему-то новому то есть вот как раз если сейчас этот урок вы поймете для себя усвоите ощутите то вероятность того что вы начнете с туза жезлов как вариант если вы снова выходите на тот же самый цикл да то есть познание именно жизни своих желаний своих амбиций с самого самого начала либо вы можете перейти на другой этап на туз кубков на этап познания себя раскрытия себя извиняюсь сегодня такой впервые когда хочется вот именно горло почисти да здесь возможно вот как раз таки ну то что я говорю да когда вы говорите да другим говорите нет себе вот это вот как краски желание до высказаться высказаться и сбросить себя этот груз вот пока сейчас вы живете так и следующие этапы если вы выйдете на более высокий уровень поводу за кубков то вы сможете как раз таки пройти урок одиночества потому что если сейчас вы по десятке жезлов сбросите себя груз то вы может быть скажете кому-то нет и произойдет разрыв расставание потому что человеку может не понравится ваша позиция но при этом возможно краски следующий этап от узу кубков вы почувствуете вот это вот да теперь я остался один но вот в этом одиночестве возможно вы сможете понять кто вы есть на самом деле именно свою какую-то глубину и проработать этот страх одиночества что вы не одиноки и вот как раз таки если выйдете следующий этап да под узу кубков почему я говорю именно кубков они какую-то другую мать потому что после жезлов у нас идет кубки это второй уровень то вот здесь вот как раз таки еще один из духовных уроков под узу кубков и идет именно урока того что меня никто не понимает то есть вот вы сможете пройти да то есть меня никто не понимает то есть пройти этот урок тоже раскрыть в себе что послужило что послужило в чем была причина почему вы живете именно сейчас по десятке жезлов здесь какие-то знаете обстоятельства которые привели вас и вот такое ощущение что чисто визуально как будто бы это и какие-то случайности что вот вы как будто бы к ним как-то не причастны то есть вы их особо не создавали почему я говорю чисто визуально потому что мы всегда притягиваем то что нам необходимо и вот этот урок возможно он вам был необходим но здесь вот что предшествовало десятки жезлов какая-то вот ситуация не знаю какая-то нелепая ситуация здесь очень напоминает как какая-то случайность не знаю кому-то вы случайность вязались случайно вязались какой-то авантюру либо случайно вас нагрузили что я имею ввиду как случайно да вот как будто бы какая-то компания мне показано и вот они города пойдем туда и вы да ладно я тоже пойду с вами зачем вы это сказали вы не знаете ну то есть как-то вот по инерции и туда куда вы пошли с вами произошла какая-то история цель произошла какая-то ситуация и по 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 результату вы как будто бы себе говорить его черт меня дернул туда пойти вот вместе с ними вот сейчас я вязалась и вот поэтому либо вязался и сейчас я расхлебываю вот вот эту вот ситуацию в которой я сейчас нахожусь то есть какая-то вот найти нелепая нелепая какая-то ситуация произошла ну например как фильмах показывают да идет мужчина к вам на встрече вы держите чашку кофе не вот и как-то ну засмотрелись либо споткнулись и столкнулись с человеком и испачкали его кофе ну казалось бы да какая-то моя невнимательность либо какой-то случай ну споткнулись так уж кем не бывает безусловно если бы вы были внимательны смотрели под ноги до такого бы не произошло но вот надо было вот знаете вот иногда бывает так надо было такому случиться и оказывается что это человеку не случайный человек он может быть там не знаю ваш хозяин либо человек который влияет на какой-то ситуации вот это вот нелепость из-за этого вы возможно как-то вот почувствовали себя неловко и вот вам говорят а теперь ты должен отработать да вот это вот какую-то ситуацию то есть здесь что-то такое мне показывает то есть то как вы что предшествовало этой десятки жезлов это вот какая-то вот это нелепость давайте мы проверим на картах мне просто самой любопытно что карты скажут что предшествовало восьмерка мечей что предшествовало этой ситуации предшествовало как раз таки череда каких-то неудач на то что я говорю да какие-то трудности знаете вот здесь еще может быть такого порядка что мне допустим не хватает денег и для того чтобы отдать один долг я взял какую-то ипотеку до либо день деньги в банке чтобы рассчитаться с этим долгом и сам того как будто бы не осознавая один долг закрыл но у меня появился намного больше и еще под проценты в банке то есть вот здесь какая-то такая ситуация когда вы не очень хорошо включили свою голову ну то есть не продумали не прочитали что еще предшествовало вот как раз таки арканы и фанта здесь и предшествовало то есть предшествовало какая-то чрезмерная самоуверенность и вот вы сейчас за нее поплатились вот то что я рассказывала в самом начале когда говорила про эгоизм может быть слова некрасивая но карта здесь как раз таки и вот это вот и показали некая такая знаете самоуверенность в плане того что вот какой-то веры веры именно в себя в какие-то свои возможности силы вот что-то здесь ну не рассчитали не рассчитали но папе и говорю что-то взяли на себя больше чем смогли так в принципе карты вытаскивать для того чтобы подтверждать подтвердить свои ощущения хорошо а как можно было жить вот давайте посмотрим одну из альтернатив да потому что вариантов всегда бывает несколько вот один из вариантов мы смотрим а можно было бы жить вообще как-то иначе ту же зла можно было бы конечно рыцарь мечей здесь знаете как будто бы можно было то во что вы верите каким-то образом здесь доносить до других людей то есть не на уровне физики совершать какие-то действия а именно на уровне ментала это оставить как перед передавать какую-то информацию другому человеку как будто бы доносить свою правду другим людям поставить цель здесь понимаете разница в чем одно дело когда я допустим рассказываю другому человеку как там похудеть на либо как к накачать ягодицы я это делаю словесно а другое дело когда я беру себе ученика либо устраиваюсь на работу как тренером и вместе с этим учеником делаю и получается что и у него как будто бы ягодицы болят да так накачивает не у меня болят то есть понимаете разницу одно дело когда я просто говорю как то вот здесь легче легче было бы а сейчас вам тяжелее потому что вы вы не просто сказали вы взяли эту обязанности сделали например у вас человек спрашивает как вам оплатить счет вы могли сказать что ну смотри тебе надо сходить там в определенную организацию найти такого человека и оплатить ну либо пати там банк я не знаю куда что и сделать это а вы сказали что допустим мы объяснили а человек ну блин я не успеваю у меня нет времени либо я не могу либо я не знаю не знаю что он вам сказал и вы говорите хорошо я тебе помогу я сам за себя это сделаю и вот вы взяли и сделали это за другого человека и вот в этом вы как будто бы условно говоря его часть кармы потому что он ее не выполнил вы ее взяли на себя то есть груз энергии которые человек должен был реализовать вы с одной стороны забрали у него эту энергию он урок не прошел а вы на себя помимо своего груза своей энергии возложили еще другую его часть и тем самым вы тащите и свое и его вот здесь это для понимания это это не то что у вас здесь так это просто для понимания поэтому как вы могли бы жить иначе вы могли бы вот именно вот эти свои идеи желания реализовывать у вас бы это все получилось если бы вы поставили себе какую-то конкретную цель что такое сегодня какой цель вам надо было поставить здесь спрашиваю какую цель надо было поставить выпадает семерка педакли и я спрашиваю он уточняю что значит семерка педакли да то есть в каком формате и выпадает девятка педакли то есть намного выше какую цель себе поставить стать вот именно человеком который не спеша получает какой-то опыт здесь скорее всего момент скорости тоже может быть может быть вы хотели что-то быстро получить и поэтому от вам сейчас тяжело а если бы сделали намного медленнее что ли размере на как-то но при этом цели направлено шли бы шаг за шагом то вы бы пришли к девятке педакли потому что здесь семерка и девятка это педакли вы масти они говорят все равно а физики о том что надо это делать да надо это реализовывать то есть здесь я могу сказать что подход то в принципе он правильный был просто возможно вы как-то поторопились поторопились и у вас не хватило сил для того чтобы довести дело как будто бы до конца можно жить как-то вот более размеренно но при этом целенаправленно не распыляться это знаете вот как есть короткие забеги да а есть вот марафон причем ходьба спортивная ходьба когда ты вроде бы ты идешь но на большие какие-то расстояния и тебе не надо бежать то есть ты это расстояние можешь пробежать а может пешком пройти вот здесь вот кому там как спортивная ходьба ты продолжая здесь нужно иметь выносливость конкретно идешь какой-то своей цели но ты ты идешь здесь бежать как будто бы не нужно как здесь можно было еще жить иначе ну вот здесь знаете смотрите все дойка педакли здесь все про педакли все про педакли выпадает луна здесь хочется сказать что здесь как будто бы можно жить более сбалансирована более сбалансирована и использовать свою интуицию которая у вас есть но для того чтобы ну вот как-то больше слушать себя а что нужно сбалансировать пас жезлов и аркан умеренности сбалансировать знаете с одной стороны когда у меня есть готовность до что-то получать но здесь понимаете здесь надо поступать и на здесь не надо все сразу когда 10 жезлов как я сказала здесь а одно за раз здесь когда она сбалансировать этот вот желание да все попробовать я хочу у меня есть импульс и я готов это идти а с другой стороны когда вот все как-то вот спокойно ничего не происходит то здесь вот как будто бы вам нужно найти золотую середину и не торопиться и в то же время не засиживаться чтобы не было вот этого вот болото и вот в этом вам поможет ваша внутренняя интуиция ваша здесь нужно ясность ума очень четко видеть наперед ситуацию и вы вот так вот можете жить именно сбалансировано и вот таким гармонично и и вот таким образом вы будете получать и приходить девятки пендакли опыт то есть одна монетка за раз вы не будете получать и знания таким образом и опыт и как следствие финансы финансы здесь как-то так чуть сегодня ваша позиция как-то меня немножечко затруднило так позиция номер три зелененькие камешек смотрим вас троечки как вы живете сейчас аркан звезды и прекрасно хочется сказать что вы живете сейчас то идеальные своей жизни которую как-то себе создали которые придумали которую вы ощущаете я помню просто те моменты когда по тройкам люди проходили с трансформацию очень долго скорее всего около года вот и сейчас я вижу что действительно трансформация на трансформация пройдена вы уже вышли какой-то новый виток своей жизни когда вы звучите сейчас более высоких вибрацией намного чище здесь вот мне как будто бы живая вода идет и не знаю с чем это связано но вот по ощущениям вы сейчас живете как какой-то человек оживший после омовения вот как что-то такое здесь идет как перерождение как омовение вот не идет чистота 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 намерений состояние души и может быть как-то еще даже и успокоили здесь нашли как будто бы знаете вот свой путь свою дорогу в чем я не первый раз говорю здесь по тройкам что было расклад где я говорила что вы как будто бы на своем месте а вот здесь вот мне сейчас идет что как вы живете сейчас вы как будто бы нашли свой путь вот наконец-таки долгое время у вас было такое что вот вы никого-то вы не принимали то ли не принимали какие-то свои способности не принимали свои дары как свое свои задачи вы что-то вы не принимали а сейчас такое ощущение что наконец-таки смирились смирились не плане покорились тому чему вы сопротивлялись и приняли и вот это вот вас вынесла на какой-то новый виток ваш как еще вы живете сейчас шестерка кубков скорее всего так как когда-то не в этом воплощении как либо как как когда-то как очень давно давно живете как-то по совести по душе открыто вот как-то с добротой что ли в дружбе самим собой хочется сказать в мире самим собой да и туз мечей как раз и говорит о том что здесь вот вы как будто вы приняли решение решились решились я говорю здесь по энергиям вы приняли как будто бы свой путь и не знаю свое предназначение свои задачи свои какие-то цели вот то что вам давала судьба то что вы долгое время не хотели брать какой-то я не знаю какой-то возможность какой-то шанс вот вы вступили на этот путь а что предшествовало вот этому вот вашему решению мне знаете идет такое задолбалась задолбалась уже как-то сопротивляться когда все не получается он предшествовал краски то состояние когда вы просто махнули рукой и сказали да ладно сделаю просто сделаю здесь вы как будто бы просто дошли до порога того какой-то точки невозврата и перешли здесь не было ни решений здесь просто не делать не было возможности ну то есть вас подвели к такой ситуации когда вот просто не сделать нельзя просто не шагнуть нельзя просто не взять ответственность уже нельзя было это знаете как маленький ребенок когда что-то хочет он такой очень настойчивый некой степени настырные капризные и вот просто ваших нервов уже не хватает когда он что-то просит его чтобы вот он от вас отстал на чтобы оставили вас спокоя вы говорите ладно я тебе дам там что ты хочешь шоколад куда возьми только отстань отвали на вот это вот выражение отвали уже надоел вот здесь что-то такое вас подвели какой-то такой ситуации когда уже вот чтобы остали от вас вы говорите ладно я уже сделаю вот что-то такое было ну конечно же вашей сфере какое вы выбрали так и какой это вы живете сейчас так вот эту фазу какой-то свое проживаете а если альтернатива можно было бы жить как-то иначе альтернатива говорит о том что есть выбор парка влюбленным есть какой-то иной путь это путь где знаете паш кубков и рыцарь кубков пусть как-то вот по состоянию вашей души но меня смущает потом четверка мечей когда здесь знаете что меня смущает смущает то что есть была другая альтернатива но почему-то она не позитивная опять таки это один из вариантов до вариантов много мы один не здесь показывают и этот вариант у не самый лучший то есть можно было пойти так как вы хотели вот знаете как как маленький ребенок вот так как он просит а как я говорила как как капризный ребенок но здесь вот именно этот капризный ребенок как это на поводу у своей у своей души только вот ваша душа здесь она почему-то выбирала пусть когда ну вот здесь как будто бы здесь нету развития и он привозит вас к дьяволу он привозит вас какому-то знаете как какой-то развилки но вот на этой развилки вы по почему-то выбрали не самый позитивный вариант то есть ваша душа она предлагала вам другую альтернативу и скорее всего альтернативу какого-то урока кармического да это урок был опять опять трансформации паркану смерти для того чтобы прийти королеве жезлов для того чтобы прийти вот к своей какой-то независимости но опять надо было идти через какую-то трансформацию то есть вам душа предлагала альтернативу какого-то варианта который вы оставили в прошлом либо вам нужно было оставить в прошлом и он как раз таки связан с тем когда вы как-то вот ну не развиваетесь да вот находитесь какой-то своей стабильности когда ничего не получается когда нету сил то есть такое ощущение что вот здесь вот душа предлагала вам выйти еще раз на какую-то свою какой-то сценарий на какой-то круг на котором вы уже были вот и а почему она вам его предлагала потому что там видимо что-то еще осталось недоработанное что-то осталось еще не сделанное но вы выбрали пойти другим путем здесь не то что вы перехитрили а здесь вы выбрали вообще другое направление то есть если бы вы не выбрали то что вы вот вы сейчас определили с собой вы бы заново вошли вот в какой-то сценарий именно связанные с четверками с какими-то стабильностями с каким-то моментом в котором вы бы не пошли дальше в развитие как вам надо было но только это развитие оно было через дьявола через то что как-то надо было в себе копаться надо было в себе разбираться в каких-то своих обидов в какой-то своей нереализации в профессии ну опять-таки разочарование горести то есть такой знаете мне момент ну не самый лучший вариант сложно я бы сказала так она вам предлагала сложный путь да он привел бы вас королеве жезлов он привел бы вас именно к человеку такому знаете знающие себе цену огненным страстным живым но вот такое ощущение что она вам предлагала как у лука много слоев снимает до того момента пока ты дойдешь до сердцевины а вы как будто бы выбрали лук не репчатый а зеленый это вроде бы тоже лук но он другой другой семьи понимаете то есть вы как-то сделали конем шах и мат такая альтернатива тоже была но вытащение того что ваша душа она как будто бы не рассчитывал что вы сделаете вот такой выбор который вы сделали сейчас почему потому что видимо вы долго время ходили по сценариям по кругам и она как будто бы готова была но начиналось все с арканов влюбленных то есть это был ваш выбор да то есть либо вы ходите вот так вот по кругу и каждый раз на этом кругу вы что-то в себе находите очищаете слой за слой долгий путь да он эффективный но он очень болезненный он то есть то как вы жили раньше по сути да очень болезненно очень трудно сложно с трансформациями с но но при этом вы развивались да то есть ну просто такой сложный этап развития на дне у меня еще одна четверка тройка 3 4 то есть она вы выбрали путь путь звезды путь именно какого-то знаете то есть у у меня ощущение того что есть вариант в горизонтальное развитие и вот я хожу по кругу по кругу по кругу по кругу а если стекальное развитие вот вы выбрали вертикальное развитие именно к звезде вот сделать вот какой-то вот этот вот скачок и знаете как это преодолели в какой-то вот здесь преодоление себя было вам это далось не не очень просто и не очень легко но из того что вы сделали молодцы здесь утром скачок храбрости мужества прям такое поэтому вы вышли сразу на другой виток на другой на другой уровень не на другой виток а на другой уровень а иначе вот вы бы ходили по дьяволу и проходили еще кучу трансформации прежде чем пришли королеве жезлов но из-за того что вот вы выбрали другой путь у вас как будто бы сейчас знаете мне здесь я скажу мне как-то страшно это сказать да но я скажу здесь как будто бы вы свою судьбу изменили почему мне страшно сказать потому что ну блин я не не ясновидящие до чтобы такую вот ответственность на себя взять сказать такие громкие слова для меня действительно громкие слова но вот вы как будто бы знаете под представьте есть развилка есть два варианта но развилку них есть общий один вот так поставлю да общий знаменатель вот отсюда общая . и выходили либо сюда либо сюда либо сюда сюда но рядом с вами вот так вот как-то параллельно но при этом не имея общий корень был другой путь вот это третий путь звезды и хочется сказать что никто не подразумевал что вы выберете его а вы взяли и выбрали именно его и вот таким самым образом вы как будто бы но изменили себе судьбу я не знаю это хорошо или плохо здесь не про хорошо и плохо здесь про то что такое ощущение что вот эту альтернативу она была как вариативность то есть вы не могли выбрать то чего не существует не предначерчено было но она такая знаете вот есть линия такие жирные до 8 до кистью намазанные а есть вот какой такой знаете тонким карандашиком линия и вот вы выбрали именно вот эту линию еле заметную такую заоблачную туманную лучшую что от мало вариантов шансов было что вы ее выберете но вы выбрали мне просто интересно куда она вас привезет то здесь вас привела бы королеве жезлов такой знаете достаточно земное понятное активное состояние а этот путь куда вас привезет а этот путь вас приводит к двойке кубков понимаете этот путь вас приводит как раз таки к любви к любви вы выбрали звезду вы выбрали путь звезды путь источника путь света и вы придете к любви не не к человеку не к себе никому а вот вы встали на путь познания именно источника света любви любовь она прозрачная она бесцветная только когда ее проживаешь ты ее окрашиваешь то или иной энергии тем или иным цветом желтым раз розовым голубым оранжевым оттенками она прозрачна вот вы стали на совсем другой путь вы стали ну то есть понимаете здесь королева жезлов огонь это что-то такое земное свет но это свет как вам сказать есть лампочка желтая а есть лампочка белая вот королева жезлов это желтая желтый цвет а есть любовь это вот белый цвет вот вы выбрали белый он не лучше не хуже он абсолютно другой это другой путь который вы выбрали для себя в этом пути попажу педагли вы как раз таки будете понимать ценность то есть у вас вы стали на путь познания любви как ценности что это такое в общем состоянии любовь к людям любовь к предмету что такое на это очень что вы стали на путь познания творца слишком такое громкое слово но творец это и есть любовь вот вы встали на этот путь и не знаю как вам по-другому объяснить здесь вот у меня прям знаете разные вибрации когда я смотрю здесь как будто бы знаете здесь понятно по дьяволу конкретное развитие это как одно дело когда ты например обучение идет сначала детский сад потом школа потом универ либо институт училища не знаю что а потом работа четко понятно конкретно все как в системе а есть другой путь есть детский сад а потом в какой-нибудь школу шаулина где там совсем по-другому обучает да то есть там нету вот это вот алгебры геометрии то есть никаких предметов которые непонятно зачем вам нужны будут в жизни и там вам обучают вас медитации самоанализу искусству там я не знаю нейрографики то есть понимаете до разницы здесь обучение здесь но здесь какое-то земное как у всех а здесь как будто бы вот как не то чтобы как исключение но не для всех в плане именно как для осознанных людей вот что-то здесь такое поздравляю вас троечки круто круто кто встал на этот путь молодцы молодцы вот я прямо звездой и перекрою но такой был расклад как я в принципе и предполагала да когда я говорила в самом начале вступления что в принципе то вопрос почему вы живете так не иначе да и казалось бы ну банальный какой-то вопрос ну вот оказывается глубина разная причем знаете так так интересно показалось по всем позициям я знаю что многие из вас смотрят все позиции вообще так каждая позиция по-своему где-то например вот как у двоек до что можно было жить по-другому а у троек например они выбрали такой путь который намного лучше чем по-другому здесь вот как-то вообще разные такие энергии так интересно так приятно вот такой был у меня сегодня своим для вас расклад я извиняюсь за свое горло но вот видимо сегодня что-то хотели сказать мне да и поэтому вот 20 настройка была да потому что энергия были какие-то такие достаточно необычные для меня непривычные вот так я скажу вот поэтому ну извиняюсь прощаюсь с вами до следующего расклада всем пока пока